ребят всем привет с вами светлана карпова вы на канале светлана карпова сейчас поделюсь с вами секретами приготовления тирамису смотрите как вы знаете для приготовления тирамису вам понадобится 5 яиц 500 грамм маскарпоне 250 грамм савоярди 150 грамм сахарной пудры и тертый шоколад расскажу вам маленький секрет взяла попробовать вот такой вот маскарпоне вообще ребята не рекомендую никакое короче выбрасывайте его не покупайте больше всего мне нравится вот это маскарпоне с ним идеально вкусная получается тирамису берут баночку маскарпоне 500 миллиграмм 500 миллиграмм потом беру яйца я солнце хорошо ставлю пожалуйста макс беру такие очень игры супер макс беру очень огромные 5 вот таких вот яиц туда получается очень много очень вкусный крем готовую идеально нежнейшая нежнейшая помешнейшие тирамису как бы не рекомендую заменять чем-либо идите купите сахарную пудру тогда намного вкуснее тирамису получается вот и еще в конце я тру вот таким вот не какао посыпаю а вот таким вот шоколадом очень вкусно невероятно вкусно получается тирамису смотрите у меня уже готово вот я взбила белки это уже взбиты желтки с сахарной пудрой сейчас я к желткам сахарной пудры добавлю маскарпоне еще там понадобится вам кофе эспрессо эспрессо или эспрессо и чуть-чуть американо я делаю для того чтобы не очень креп не очень такой горький вкус получался для детей не очень для детей чтобы было вкусно так смотрите я сейчас быстренько добавлю маскарпоне коротенький ролик вам запишу у меня есть длинный ролик как я все это делаю вы можете посмотреть если вам нужно более детально здесь у меня уже часть ингредиентов готова для того чтобы покороче получился как я взбивала я это не записывала смотрите вот такой вот шикарнейший маскарпоне маскарпоне должен быть со вкусом сливок такой вкусный вкусный вот детстве сливочное мороженое вот это будет очень вкусная тирамису потом маскарпоне которая вам показала я очень зла я взяла его попробовать ну в общем вкус у него ужаснейший и больше я такой покупать не буду я по-моему еще один вид но покупала в видео в предыдущем у меня другой но тоже очень вкусно теперь я маскарпоне перемешиваю очень важно сначала добавляете в желтки маскарпоне а потом только взбитые белки потому что я была нечаянно сделала наоборот это не получается хорошо еще когда перемешиваете сюда можно я перемешивала и взбивала миксером желтки с маскарпоном на единички на двоечки не сильно потому что маскарпоне сильно зависит какое получится тирамису поэтому маскарпоне должен быть очень хорошим перемешиваю потом вот эта вот масса и я добавлю взбитые белки и сделаю эту массу на пару секунд включу миксер можно просто перетереть но это все нужно смешать обязательно смешать лучше всего вот сейчас я сделаю это это еще нету маскарпона сейчас буквально пару секунд поработает миксер до сих пор пока замкнула и еще вот это и получается Скираша делаю так быстро я сделала на быстрой мощности теперь все это я добавляю белочек взбитый вот такой вот белок чем мне нравится ясный цвет они очень хорошо взбиваются очень получаются нежный получится крем тирамису для тирамису и ручку люблю тебя Смотрите, получилась целая кастрюлька крема, он получился нежнейший, воздушный, он просто, видите, какой у вас такой шипящий, просто как, ну не знаю, воздух, кислород, очень-очень нежный. Вот это вот замечательный тирамису, вот это идеально, если вы сделаете вот такую тирамису, покорите сердца всех людей, кто попробует ваше тирамису. У меня, кто пробовал, очень довольна, осталась. Так, теперь я крем оставляю в стопу, беру сюда посудинку, которую буду складывать с авоярди, и прежде чем их сложить, вот я подготовила, у меня уже кофе заваренный, вот такой вот, с пенкой. Так, яйца мы уберем, буквально на одну секунду я окунаю в авоярди. Я вам покажу, как это делается, а дальше буду просто выкладывать без видео, вот раз и все, и вытянули, для того, чтобы не было мокрым. Вот я делаю это буквально на одну секунду, когда печенюшки и сам тирамису не получаются влажными. Упишись в кофе я убираю. Более подробно вы можете посмотреть в другом моем видео, где я делаю тирамису, там около часа видео, там поэтапно вы увидите, как я взбиваю, до какой консистенции, и как мать на каждую печенюшку. Здесь я уже так не делала подробно, для того, чтобы видео закончилось, чтобы вы по-быстрому могли посмотреть. Конечно, это невероятно вкусный десерт. У нас его уважают все, а это я делаю своей подружке на горячей. А наша тирамиса уже стоит в холодильнике. Но я делала его с другим маскарпоном. Я вам сейчас покажу, насколько отличается крем. Какая разница. Ну, то есть не экономьте, пожалуйста, на маскарпоне. Берите нормальный маскарпоне. Так себе получается тирамису. Вот так вот замечательно получается. Печенюшку македим. И все. И вот это все мы покрываем кремчиком. Все. Теперь вот этот вот наш воздушный крем мы распределяем. Видите, какой он? Он нежнейший, воздушный. Мы распределяем по поверхности. Вот такой, ой, как мне нравится. Он просто шипит. Вот такой я обожаю. Это балдю от этого. Тут мне даже снимать вам не захотелось, хотя нужно было снять, насколько крем получился неудачный. Я думала, что маскарпоне неудачный еще. Я нечаянно забыла и первые бросила сливки, а потом маскарпоне. В общем, все это пришлось вместе смешать. Я очень расстроилась. Такое тирамису. Мы, конечно, его скушаем, но это не то, которое мы любим. Любим его вот такой вот нежнейший, воздушный. Вот видите, так как большие яйца, крема как раз очень классно хватает на вот такую вот посудинку. Сейчас случайно здесь у меня чуть-чуть пекутек. Ой, какой же он божественно вкусный, ребята. Вот так. Вам не передам вкус его, но вы если сделаете, вы меня поймете. Ставьте лайки тем, кому нравится мой рецепт. Тирамису, я думаю, что когда вы его сделаете, вы поймете. Раз, раз, по одной секунде с двух сторон. Если кофе мало, если кофе много, то просто окунаем на одну секунду. Если кофе мало, то с двух сторон переворачиваем на одну секунду. Уже не пытайтесь ничем заменить, потому что это не получится у вас тирамису, если будет другое печенье. Если вы сильно окунете в кофе, сильно водяной получится десерт. Но на кофе будет вода плюхать у вас. Если вот чуть-чуть получается, это не страшно. А если вы, конечно, больше одной секунды поддержите, то будет плохо. Я беру большую пачку всегда, потому что у меня больше... Вот, вы знаете, если играть в пачку, распаковывая, там вот таким вот образом лежат печеньки. Вот у меня две с половиной пачки уходит, если мне какую форму. Поэтому я беру огромную пачку Савоярды. У меня 200 грамм, такая маленькая, 400. Ну, потом, если можно, покупаю еще. Вот так. Не знаю, где деньги. Сейчас я выкладываю туда вот. Паченьки. Как раз притык кофе вам на пачку. Отканчивается уже кофе. Так. У меня очень завершалось с вами. Нужно было еще слои этих печенюшек уложить, а потом мочать туманцевушек, короче, еще получили. Но я не хочу резать, делать монтаж. Я вам показываю видео в жиле. Вот, как оно получается. И посмотрите, чуть-чуть печенек осталось. Поколочки. Больше даже, чем две с половиной. Так. Здесь вот целенькая мне войдет. Чуть-чуть-чуть-чуть. Я надломала чумушку. Так, это мы не берем. А это мы используем. Все. Вот такой вот шикарненький тирамис. На голову. И теперь отправляю весь крем. Гляньте, вот такой вот. Вот если бы вам передать этот звук, как он шипит. Воздуха столько, что он шипит. Сейчас я его сюда распределю. Вот такой невероятно воздушный. Вот такой тирамису я обожаю, чтобы он был воздушный и классный крем. Потому что от крема очень зависит, насколько вкусным будет ваш тирамису. Очень много чего зависит от крема. Ребята, на креме, на маскарпоне. Точно не экономьте. Потому что бывает, заходишь в ресторан, заказываешь тирамису. И честно, этот тирамису кушать не хочешь. Такое оно в кузбе. Сейчас я его. Не забывайте яйца, кстати, мыть перед тем, как начинаете делать. Потому что, чтобы никакие там болезни не зацепили. Мыть их. Лучше всего хозяйственным мылом. Снаружи помыть яйца. Так вот, теперь я делаю красоту. Сейчас я сделаю равномерно плюс-минус. Распределю. Кремечек. Вот так вот. Вот такое вот коротенькое видео. 15 минут у меня получалось. Лерочка. Латая, дедай-ка, пожалуйста. Молодцы. Цукровая пуза? Тише, тише. Да? Я не стала сахаром. Молодцы. 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 Лера, открытая есть. Подожди, пожалуйста, минутку. Я закончу. Это она? Да. Это она. А то можешь снять. Всё аккуратно. Сейчас. Вот такая. Держи. Держи. Вот такое вот шикарное тирамисо у нас получается с вами. Готовится он очень просто. В течение, ну, полчаса, если вы уже не первый раз готовите, а в течение часа, если вы первый раз готовите. Или так, не спеша, если вы в наслаждение делаете, тут уже где-то около часа. Так. Держи. Угу. Так. Что там было, на постройку. Да. Меня зовут. Ставим кухню. Сейчас будем. Этого мы так уберём. Всё, ребят. Осталось самое интересное. Как вы помните, я говорила, что не люблю посыпать какао. Немножко нету получается. беру кусочек еще раз вот такой вот шоколадки черный 74 процента как он идет с апельсиновой цедрой он невероятно ароматный и дает очень интересный вкусный просто настолько вкусный кирамису и всегда очень много делала кирамису и в этот раз когда я использовала вот этот шоколад когда пришла идея я решила попробовать не так сказать классический рецепт и детям и маме и всем очень понравилось и сказали что это самый вкусный тирамису подручных средств всегда тарелочка разные моменты что-то можно положить сейчас я все это украшу вот таким вот шоколадом придают очень вкусный вкус и в то же время аромат кусочки я не бросаю здесь цена пару часов пока мне его дарить я его еще поставлю в холодильник это я готовлю на подарок сейчас я еще возьму кусочек шоколада шоколад шоколада тоже не надо делать я вот так вот поверхность покрываю чтобы он не передел вкус тирамису тоже кремец не было покрыто шоколадом где-то где-то три кусочка уходит плюс-минус стараемся равномерно распределить все ребят мой тирамису готов сейчас единственное что уберу вот этот вот излишки шоколадные просто покрываешь мне залезть пальцем туда все собрала теперь я беру пленочку я беру пленочку пищевую и закрываю сверху для того чтобы пока он будет ставить в холодильнике никакой посторонний запах не попал все пойду готовить тушить деткам форель и делать икру вот так вот я натягиваю пленочку чтобы он не прилипал к креме вот такой вот шикарный тирамису тортик сделала у своей подружки у меня сегодня у меня семья я ее хочу поздравить и ребят хочу вот сейчас буквально секунду достал вот тут который у меня стоит который я оставила своей семье я вам покажу разницу в маскарфоне здесь у меня чуть темнее шоколад смотрите хочу показать вам разницу в креме видите вот здесь крем такой сильно 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 пористый маскарфоне а вот здесь крем тоже пористый но не такой и на вкус мне он не очень понравился вот такие вот тирамисушки у меня готовы они пропитываются всем пока-пока делайте и приятного аппетита не забудьте поставить лайк и подписаться пока